Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ножиков.ру, меня зовут Даниил, и сегодня мы постараемся разобраться в интересной теме, а именно, что же означает универсальный складной нож. А примером для нашего сегодняшнего обзора послужит моделька от компании Bestech, а если быть точным, то Ascot. Поехали! Итак, какие же параметры влияют на универсальный складного ножа? Давайте сделаем небольшие пунктики, по которым мы будем, в принципе, ножи в дальнейшем и оценивать. Первое, и, пожалуй, самое основное, это, конечно же, габариты складного ножа, то есть длина рукоятки и длина клинка, соответственно. Второе, это, скорее всего, материалы, которые используются на данном ноже. Сталь на клинке, материалы, рукоятки и так далее. Ну и третье, это, скорее всего, будет цена, поскольку чем цена ниже, тем нож мы меньше жалеем, а если цена выше, то нож мы используем намного более бережно. Давайте же сменим вид камеры и поговорим уже конкретно по Ascot. Итак, друзья, вот перед нами непосредственно два Ascot, это синий на черном и черный на черном, соответственно. Давайте же проговорим их характеристики, габариты и так далее, поскольку, как я сказал, габариты это одно из основополагающих факторов для универсального ножа. Длина рукоятки у данного ножа составляет 122 мм, в самом толстом месте это 16 или 16,5 мм, поскольку вот на этом я намерил 16, а вот на этом 16,5 мм, он чуть-чуть потолще. По клинку. Клинок выполнен из стали D2, заявленная твердость 60-61 единица по шкале роковала, и это действительно так, поскольку он в студии лежит достаточно давно, и здесь иногда бывает достаточно влажно. На нем появились небольшие точечки пиркинга, которые при этом также легко свелись, а это означает, что сталь действительно хорошо закалена. Длина клинка составляет 100 мм, но поскольку у нас есть вот такая вот очень правильно сделанная дулька, полезная длина клинка 94 мм. В обухе это 3,6 мм, а по сведению в начале режущей кромки 0,4 мм, в конце 0,5 мм на обоих вариациях. В осевом узле используются керамические подшипники, благодаря этому механика ножа просто отличнейшая. По материалам рукоятки. Это гибридный материал, основой которого выступает синяя или черная G10, и в эту G10 врезан карбон. Смотрится просто бомбезно, то есть визуальный вид у ножа очень и очень хороший. Также за визуальную составляющую отвечают колечки вокруг осевого из металла. На черной версии они чуть более ярко выражены, на синей они чуть более тусклые. Также из G10 выполнен бэкспейсер, который закрывает примерно одну третью от всей длины рукояти и в нем врезано очень удобное темлячное отверстие. Также имеется клипса, которая не переставляется на другую сторону и не особо глубокой посадки. Также для меня лично небольшим минусом является то, что она полированная. Итак, поскольку мы разобрали габариты, характеристики данного ножа, предлагаю взглянуть на комплект поставки. Поскольку в последнее время компания Bestech поставляет свои ножи в новых коробках, где черная, соответственно, сама коробочка, логотип компании и вот такие желто-черные полосы с определенной стороны данного ножа. Здесь у нас имеется артикул, а здесь название модели. Теперь Bestech поставляется именно в вот таких коробочках. А внутри нас ожидает стандартный чехольчик компании Bestech, очень качественно сделанный, на молнии, в котором два отделения для ножей. Вот здесь вот поставляется непосредственно сам маскот, а здесь лежит микрофибровая салфеточка для того, чтобы протирать нож после использования. Давайте же теперь пробежимся по неким интересным особенностям данной модели. Мало того, что это достаточно хорошо собранный от слесарина и так далее нож, так у него также имеются весьма правильные с точки зрения эксплуатации технические моменты. Первым моментом это, конечно же, насечки, которые сделаны на этой версии вот таким вот образом. Достаточно частые и мелкие, которые отлично цепляют палец. Такие же насечки имеются на плавнике флиппера, благодаря которым нож спокойно можно открыть даже, будь то у вас мокрая или скользкая рука. И также они отлично держат палец, когда мы держим нож вот таким образом. И также с точки зрения того, что это флиппер, здесь есть выборка. Объясню, для чего она нужна. Выборка в лайнерах, если кто меня с первого раза не понял. Когда мы открываем нож, наш палец падает именно на эту выборку и делает так, что мы можем этим ножом щелкать хоть сколько, поскольку ничего в этом месте нам резать подушечку пальца не будет. Это очень приятно с точки зрения того, что достаточно бюджетный все-таки, я считаю, складной нож приобрел именно эту особенность. Также вы могли заметить на этом кадре, что у ножа отсутствует стандартная упорная бонка. Все верно, это потому, что она сделана прямо в клинке. Если присмотреться, думаю, на камеру можно увидеть, что бонка ходит вместе с клинком по неким выборкам, которые сделаны в лайнерах и карбоновых плашках, соответственно. На самом деле особо на работу это никак не влияет, но как техническая особенность, как техническая мелочь все так же доставляет удовольствие. И если говорим по клинку, это клинок стандартной формы Drop Point, у которого высокий спуск, при этом присутствует голомень и очень правильно сделанная зона рекаса и дульки. Почему я на это обратил внимание? Когда придет время точить данный нож, это будет сделать достаточно просто. За голомень вы сможете спокойно закрепить нож в заточной системе, а дулька позволит вам сделать так, чтобы кромка протачивалась равномерно полностью по всей своей длине. Также очень приятная особенность. Ну и на самом деле отличие между этими двумя ножами не только в визуальном ключе. Насечки, которые здесь есть на обухе и на плавнике, выполнены в разных техниках. Вот это, как я уже говорил, достаточно частая и мелкая, а вот это совершенно не частая, но крупная. То же самое происходит и на плавнике флиппера. Честно говоря, та насечка, которая на синей версии, мне нравится больше, поскольку лично мои пальцы за нее держатся намного-намного лучше. Также у ножа выполнены облегчения в лайнерах. Надеюсь, получится показать на камеру. Лайнера достаточно сильно облегчены, что делает этот нож при пухлой рукоятке и его достаточно крупных габаритах достаточно легким. Как я уже говорил в начале этого обзора, всего 126 грамм. По-моему, результат просто отличный. Нож не оттягивает карман, однако при этом на нем чувствуется. Многие не любят легкие ножи, именно потому, что они иногда, такое ощущение, как будто бы пропадают с кармана. Ну и, конечно же, темлячное отверстие. Оно сделано очень правильно с точки зрения того, что сюда влезет абсолютно любой паракорд. Вы можете продеть сюда хоть 50-й американский, хоть еще какой-либо. Под нашими, кстати говоря, прошлыми обзорами были комментарии по поводу стали D2, что она ржавеет и так далее и тому подобное. Да, это действительно так. Но в комплекте к этому ножу и к многим другим, на самом деле, производитель кладет салфетку из микрофибры. Нужна она именно для того, чтобы после использования ножа с какой-либо более-менее неустойчивой, скажем так, к коррозии стали, просто взять и спокойно протереть нож. А мне сталь D2 нравится потому, что она дает, при правильной закалке, как, например, на этом бестэче, она дает очень долговечный и качественный рез. То есть мы можем точить нож условно, но раз в полгода, конечно, если подобрали правильный угол. Ну и последним фактором, который я озвучил для универсального ножа, является ценообразование. Поскольку данный нож производится в Китае, однако при этом сделан очень и очень качественно, по ценовой категории он располагается в сегменте от 5 до 10 тысяч. По-моему, если бы точным, что-то в районе 6,5. За эти деньги мы получаем очень качественно собранный отслесаренный и подогнанный нож, у которого также хорошая термообработка. И по факту единственным минусом лично для меня является клипса, которая полированная и просто будет немножко блестеть на кармане. В остальном же рабочие характеристики данного ножа намного превышают его стоимость. То есть, если говорить грубо и прямо, то купив этот нож, он эту цену переработает на все 100, 200 и 300 процентов. Итак, друзья, в этом материале мы достаточно подробно разобрали, что же означает универсальный складной нож. Ну и, как вы могли понять из нашего обзора, Ascot действительно подходит под этот параметр и, пожалуй, является одним из самых лучших ножей своего ценового сегмента в плане универсальности. А на этом наш материал окончен. Если понравился обзор, вы знаете, что делать. Также обязательно пишите свое мнение в комментариях по поводу ножа, обзора или всего того, что есть у вас на уме. А я на этом моменте с вами прощаюсь. Всем до скорого!